Видео доступно только для совершеннолетних. Если вам нет 18 лет, это видео немедленно выключите. С вами Любомир Богоявленский. Я продолжаю дальше описание арканов в урифме. Сегодня 9 мая 2019 года. И второй аркан моей авторской уникальной колоды «Мистический путь геи» или «Торо черта» Любомира Богоявленского это аркан богиня. А наша Верховная Жрица. Вот этот аркан второй. Мы видим обнаженная женщина с такими вот грудьми большими, сиськами. Она стоит в воде, потому что вся жизнь вышла из воды. Духовная женщина Афродита Урания, потому что есть Афродита по Платону Урания Небесная, которая родилась с капель крови Бога Урана Неба. Когда его кровь у нас скопил, то капли упали. Из них родилась Афродита Небесная, богиня однополой мужской любви. Есть пошлая Афродита земная, которая уже пошла от Зевса. Но она тоже страстного секса, самого разного, самой разной любви. Но это именно богиня музотворчества. Вот ее символ. Значит, и двое мужчин, они мастурбируют на эту прекрасную женщину. Естественно, что художник рисовал эту женщину по моему образу и подобию. Потому что по психоанализу, это психоаналитическая система, у каждого мужчины есть его женская часть души, это анима, и у каждой женщины есть мужская часть ее души, это анимус. И вот это моя анима, это моя женская часть, женская часть Любомира Богоявленского, такая вот Любомира, можно ее назвать так, то есть в женском роде. Вот она с вагиной, и естественно, она здесь выступает в образе транссексуалки, женщины, которая сменила пол. И вот такая мистическая трансформация идет такая. Я как гей хорошо отношусь к транссексуалам, это не мой путь, но к тем людям, которые проходят этот путь, я отношусь толерантно и с уважением. Ну и вот такая арта, которая символизирует моделирование меня. Если бы я в прошлом, например, бы сменил пол, то вот художник видит меня такой женщиной, силиконовые груди, которые мне накачаны силиконом, вот такая была бы женщина. Черные волосы, потому что была бы брюнетка, по всей видимости, скажем так. И я зачитаю описание Аркана в рифме. То есть это карта Верховная Жрица, Багахуя, вот его духовная дочка, она свершает мистические таинства, благословляет геев и выступает символом творчества, ну а также защитницей смены пола. Богиня, Верховная Жрица. Итак, я зачитываю, мои дорогие, со своей уникальнейшей книжки на 650 страниц, которая раскрывает эту систему, мистический путь геи или тару-черта Любомира Богоявинского, эту эротическую карту, потому что здесь она выступает, и в рифме, и в рифме, и в рифме, и в рифме, и в рифме. Любомира, Верховная Жрица, она часто превращается в проститутку. Вот, ну, это ее темная сторона, потому что у каждой карты есть светлая и темная сторона. Итак, мои дорогие, я зачитываю свое авторское описание Аркана в рифме. Верховная Жрица, Сама дьяволица, Матерь Продавняя, Богиня Ма, Непостижимая, Несокрушимая, Избездно явилась На землю одна. Мужчин заслепила, Их ум покорила. Небесная женщина, Дева любви, Девочка милая, Проститутка блудливая, Ангел небесный, Дочь сатаны. О, Любомира, Целого мира Не хватит, Чтоб это уместить. Пол поменяла, Звучит нежно лира. Мужчины дрочили, И будут дрочить На сиськи твои, На вагину из члена, Что магии древней Вшила себе. Сильнейшая ведьма В целой вселенной, Богиня, Что служит Всегда Сатане. Автор Любомир Богоявленский Из книги Любомира Богоявленского Мистический путь гея Или Тару черта Любомира Богоявленского Дальше До сих Нож знаете, Ваше Дальше Дальше Ты Продолжение следует...